Метаигры 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 это, с моей точки зрения, логичная и достаточно логичная игровых практик, которые мы сейчас видим, которые человечество наслабилось. Поэтому, перед тем, как поговорить о метаигры, пару слов вообще об игровых практиках. Во-первых, игровая практика это что-то метроактивное, надо понимать. Вообще, очень трудно найти четкое определение игры. Потому что, есть игра в узком понимании слова, вот мы там все играем, карта и еще что-то. А есть игра в более широком понимании слова, когда говорят, игра на бирже. Или там опасная игра альпинистов. Ну, понятно, да? И так далее. Или там театральная игра актеров. То есть, тоже слово игра, ну, фигурирует. Но, более контекст употребления, более широкий, не такой узкий, вот, как вот, чисто вот игра, типа игрушка такая. Вот. И это потому, потому что, в игре есть такие, в феномене игры, есть такие, как бы, чарты, которые, вот, характеризуют вот эти все сферы, которые я сказал. Например, там обязательно, ну, часто есть азарт. Вот на бирже есть азарт, в альпинизме есть азарт, вот там, мы и говорим о том, что это тоже, как бы, игр. Там есть такой момент, часто в играх, это, когда я превоплощаюсь в другой образ, играю роль. Да? То есть, я, как бы, на... пытаюсь представить себя другим человеком и действовать, ну, по-другому, или нечего. Вот. Вот. И это, вот это свойство игры, когда мы можем да и воплотиться, что бы, да? И без этого исходить. Это родить вот с театром, там, с этим, киноком, с этой, как бы, сферой. Потому что там это вроде бы происходит, и это игра. Вот. А есть еще элемент игры, когда игра занимается моделированием. У нас же... У нас все дети проходят через этот игр. Ну, потому что через игру происходит социализация. То есть, дети играют в дочке-мать, а ей, там, в машинке, и еще. То есть, они моделируют характер взрослых отношений между, как бы, собой. И через это моделирование осваивают, осваивают вообще, вот, это все. И, поэтому, так, трудно сказать про игру. Вот, скажем, если это все есть моделирование, и, там, при воплощении, и азарт, то можно сказать, там, точно есть игра. Если что-то вот одно, а другого, как бы, меньше, да, то, там, игра, это не игра, там, уже можно, как бы, выходит. Вот мы ходим в это. Вот более широкое понятие. Понятно? Вот. Сама по себе игра, она появилась очень давно. Она вообще, честно говоря, появилась еще для человека. Если человека не было, игра уже была. И это все знают. Просто не могут это, как бы, осознать. А может, это семья или котенка играющая? Ну, в большинстве. Вот котенок, да. Вот он, игра. Игра есть. У человека еще не было. Котенок. Кошачьи появились, гранжи. Да? Там и так далее. И, что же делает котенок? Вот, что он осваивает через игру? Он осваивает ресурсное состояние. Он учится, как он там не охотится. В какое ему надо состояние войти, чтобы там потом прыгать и так далее. Если он там не поиграет в детстве, он не освоит этих состояний, будет охотиться хуже. То есть, через игру мы осваиваем некие вот такие вещи. А ресурсное состояние, поведенческие паттерны. У котенка тоже есть поведенческие паттерны, которые мы осваиваем. Вот это некая область образования, на которое мало обращали внимание, больше сейчас обращали внимание просто на знания, чем-то заучить и так далее. А не на освоение поведенческих паттернов и различных ресурсных состояний. Вот. И поэтому игра часто выпадала. Посмотрите. А это, оказывается, очень важный элемент, который эволюция отобрала очень давно еще до человека. Может быть, человека не будет, а это элемент, как элемент освоения некого информационного пространства, освоения реальности. он останется, например, у кибермашины, еще у кого-нибудь. То есть это явление очень широкого порядка. Вот что важно, как бы, понять. И так игры позволяют что-то осваивать, новые какие-то вещи. Вот. И сейчас очень модна тема таких компетенций, которые связаны с поведенческими паттернами, то есть способность человека там что-то, не знаю, решиться, например, или что-то увидеть, и он с этим плохо работает, или умение с кем-то там договориться. И игры, то есть там, где знания соединяются с поведенческими паттернами. И вот игры помогают эту связь знаний с поведенческими паттернами как бы освоить, наладить и так далее. Поэтому это очень важный сейчас процесс лечения. Вот он связан, конечно, с различным типом интерактивов, которые проявляются, и их достаточно уже много. То есть, если говорить об играх, то там есть целая большая такая систематика, какие игры могут быть. Игры могут быть настольные, здесь я представляю, да? Игры, настольные игры донесут шахматы вообще-то. Там, ты шерек уже, да? Там и так далее. Тысячи. Вот. Игры могут быть сейчас какие-то? Виртуальные компьютеры, да? Мы можем играть. Игры могут быть, что раньше называли, маслозатейные. Такие там лапта, футболы даже можно там, спортивные игры, да? Можно там отнести в этот же сектор. Вот. Есть игры там какие-нибудь более сложные. Скажем, ролевая игра, деловая игра и так далее. Есть типажи игр достаточно много. Вот. Есть часть, которая там ближе к психологии, например, психологические тюни. Или там театральные тюни в театральных студиях, да? И так далее. То есть, набор игр очень большой. И, там, иногда даже обычный такой человек, он не очень понимает разницы между разными типами. Но особенно часто путают, например, деловую игру, ролевую. Вот. Отличие такое. Деловая игра, она всегда работает с функцией. То есть, человек, например, играет деловой игрой, он директор, там, или там, начальник цеха. И он выполнит функции, который должен выполнять директора в начальник цеха. А в жизни-то, вообще-то, человек, он не только функция. Он еще может иметь какие-то там политические убеждения. Он может, там, кому-то симпатизировать, кому-то там нет. И так далее. То есть, человек более объемная фигура, чем... Одни функции, смотрите, это очень плоско. И, вот, ролевая игра, она стремится этот объем на инсталли. Она стремится этот объем, как бы, задать. Поэтому, ролевая игра, она другой упрощенный формат. Вот такой функциональный. То есть, игры разные. Вот. Каждый тип игры, что-то формирует. Он не просто так есть. Он что-то качает. Понятно, да? Там, и так далее. И, поэтому, в общем-то, весь спектр игр, ну, можно сказать, нужен. То есть, для одних целей нужны игры, для других целей нужны игры. Да. Но когда у нас система образования подошла к тому, что надо формировать сложные поведенческие, как бы, экипажи, потому что задачи, которые сталкиваются современный человек, они требуют, в общем-то, тонкой настройки. Здесь там так себя вести, здесь так себя вести, здесь так себя вести. Большой набор компетенций, по-разному способности переходить, там, в разные состояния. Что вот этот весь комплекс формирует, оказалось, что требуется такая сложная игра, которая, как бы, интегрирует все элементы других игр. Понятно, да? Ну, например, там, игра, какую-нибудь ролевую игру, есть такой классический формат, называется большая ролевая игра. Обычно идет 4 дня, 5 дней, там, где-нибудь на выезде, в полигоне и так далее. Вот если я начинаю моделировать науку такую классическую, то сроков этой игры, оказывается, не хватает. Потому что люди только в микре начали делать какие-то измерения, в микре в какую-то закономерность, бац, уже игра кончилась. Я уж не говорю про то, что там темп игры высокий, а надо задуматься, пару дней подумать, что-то повычислять. Ты выпадаешь за этот формат. То есть должен быть формат, который позволяет сериал, например, построить. Или еще что-то. То есть это я иллюстрирую вот эту мысль о том, что появились такие задачи, которые надо формировать в процессе игры, которые не помещаются вот в обычный формат, который есть. И это приводит к появлению интегрального формата. То есть мета-игра – это интегральный формат, который соединяет разный набор игр. То есть в мета-игре может быть одновременно. там какая-то часть, какой-то дискретный этап какой-то, это настолка. А какой-то там – это деловая игра. Люди вот пришли на кабинетную сессию, там идет деловая игра. А что-то происходит в виртуальном пространстве. Но на самом деле человек играет одного и того же персонажа, который просто переходит из одной ситуации в другую и сталкивается с разными проблемами. С этой точки зрения игра цельная. То есть это одна картина мира, которая развивается. Но механики, методология в ней используется на разных этапах, связанная с различными чистыми жанрами игровых. Понятно, да? То есть делается такая достаточно сложная конструкция, которая позволяет делать игру, используя различную методологию. Но это позволяет работать с широким спектром. Не с чем-то там одним, что формирует только один тип игрок. А вот со спектром. И вот когда стоят такие спектральные задачи, метаигры оказываются очень в кассу с точки зрения образовательного процесса, который как бы идет. Кроме этого, метаигры, оказалось, что они способны решить еще целый класс задач. Один класс задач – это прогностический. То есть когда мы изучаем, какие тренды, например, могут пойти, а какие могут не пойти. То есть сделав игру и моделируя ситуацию, мы можем увидеть, что вот эти тренды, они резонируют, потому что хорошо уважаться на поведенческие паттерны данных социальной группы, которые мы наследуем, или аудитории, целевой аудитории и так далее. И это очень важно, потому что сейчас, понимаете, для бизнеса, особенно в IT-секторе, это вообще очень ярко выражено. То есть там тратят кучу денег, делают какую-нибудь там игрушку, год-два ее там пишут, потом запускают, а она не идет на рынок. Вот не ими, заходят и все. Потому что меня резонируют с поведенческими паттернами, которые там были. А если бы это там проверить сначала, то можно было бы так денег много и не тратить в густую, условно говоря. Это я как для IT-сектора, на самом деле то же самое во многих проектах, и в банковской сфере, и в других таких вещах. То есть, в принципе, использовать игру, как некий такой исследование резонансов в поведенческих паттернах с различными программами, это оказывается отдельная ценность, с которой можно работать. Есть также ценности, связанные с командообразованием, с формированием, например, общей картины мира, общей семантики. Потому что люди, которые прошли общую игру, например, в том, как будущее развивается, они там легче здоровье говорят, у них общие эмоции прожиты, вообще психологи говорят, есть такой тезис, что то, что эмоциональное прожитие лучше запоминается, поскольку играет такая национальная азартная вещь, то они запоминают вот эти каркасы будущего, которые могут потом говорить на одном языке. То есть, оказывается, что класс задач достаточно большой и, опять же, интегральный, то есть их можно решать одновременно. То есть, если мы будем вводить разные процедуры для решения этих задач, то получится, что мы это оплатили одной программой, это, это, а можно сделать одно действие, которое сразу решит эту, эту, эту задачу, всего этого будет решать. Например, я уж не говорю, что оно комплексно, целостно. Поэтому, с точки зрения целостного восприятия, это тоже, в общем-то, не только с точки зрения бюджетных категорий, это тоже, в общем-то, более, ну, более верное решение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!